Всем привет, я Мэтт Уотсон из Карвау, и сегодня будет гонка что надо. Столько спортивных авто, Audi R8 V10 Performance, Porsche 911 Carrera 4S, также BMW M8 Competition и Mercedes-AMG GTS, четырехдверный, и какой-то семиместный экологичный семейный кроссовер. И у нас там в нем гость сидит. Очень мило, спасибо, друг. Не ожидал его увидеть в подобном авто. Покраска заводская? Да, да. Да. Это Яни из Яни Майс. Здорово, Яни, как сам? А мы что, уже снимаем? Да, Яни, мы уже снимаем. Я тут гадаю, а чего ты забыл в этом здоровом, семейном, экологичном, типа, кроссовере? Банда Теслы. Когда-нибудь вводил модель Х до этого? Нет. У нее характеристики что надо, ведь так? Да, 785 лошадиных сил, 1140 ньютон метров крутящего момента, тяжелый, 2,5 тонны. Кстати, о тяжести. Ты же вроде скинул немного. Килограммов 10, друг. Еще бы 7-8, но и так нормально. Мне не очень нравится, что ты худеешь, ведь у тебя реакция лучше, чем у меня. Но я хоть за счет меньшего веса наверстывал. Так что, может, махнем в КФС? В разгрузочный день, не сегодня. Блин. Фэтшемеры, не стесняйтесь, я готов к вашим нападкам. Подлинное видео тренировки Яни. Ладно, у нас есть еще один гость. Раз с канала Remove Before Race. И он за рулем своего AMG, так что, раз, друг, расскажи о нем. У него 4-х литровый двигатель V8, самый мощный вариант, то есть 640 лошадиных сил и 900 ньютон метров, система полного привода Mercedes 4Matic Plus. Серьезная такая зверюга. Ты хвастаешь большими числами, но они хуже, чем у Яни и его семейного типа кроссовера. Да всем плевает на машину Яни, у нас хоть выхлоп есть. И вам будет вдвойне стыдно, когда я уделаю вас на старте. Вообще да, может быть неловко. Ну а в этом авто. 10-цилиндровый без турбонаддува 5,2 литра. 620 лошадиных сил, 580 ньютон метров. 7-ступенчатая КПП с двойным сцеплением. Лонч-контроль. Полный привод Quattro. Двигатель перед задней оси для лучшего сцепления с дорогой. А еще у нас М8. У него битурбированный двигатель V8 на 4,4 литра. Его мощность 625 лошадиных сил. Немного меньше, чем у четырехдверного MG GT. 750 ньютон метров крутящего момента, тоже поменьше. Но я знаю, что авто стартует очень резво. Опять же полный привод, 8-ступенчатая КПП. Добротная машина, тяжеловатая, 1960 килограммов. Тяжелее этой, она 1600 килограммов. И другого нашего желтого авто. Porsche 911 Carrera 4S. Кажется, что оно слабее. 3-литровый 6-цилиндровый оппозитный битурбированный движок. 450 лошадей и 530 ньютон метров крутящего момента. Но стартует она, дай боже. Прекрасная 8-ступенчатая КПП с двойным сцеплением. Будет очень интересно поглядеть, как это авто покажет себя. Ах да, и не забудьте подписаться на наш канал и нажать на значок уведомлений, чтобы не пропустить наши новые видео. А еще загляните на канал Яни, Яни Майз. Ссылки в описании под роликом. И зайдите на канал КРАЗУ. У них там тесты AMG и других спортивных машин. Еще зафоловите мой инстаграм, MattWatsonCars. Хорош болтать? Давайте уже гоняться. Но сперва щелкните на подсказку сверху и проголосуйте за то авто, которое, по вашему мнению, победит. Сделали? Ну что, сейчас узнаем. Ну что, ребят, погнали. Три, два, один. Система форматика отключена. Блин. Все позади, только я и BMW. У меня, б***ь, просто ни о чем, да и у раза тоже. Да, поставлю-ка свою в спорт плюс. Шустрый, однако. Что там гоночный режим? Резину прогреваю. Ладно, Яня, я тут маленько прогрел шины, теперь, надеюсь, буду пободрее на второй передаче. Я хочу еще домой сегодня попасть, просто к слову. Три, два, один. Стартовал ничего, но Тесла-то как хороша. Давай! Давай, R8! Дурацкая система форматика опять сбоит. А, он шустрый. Шустрый. Увы, система форматика четырехдверного GT в очередной раз сдохла. Раз, друган, хочешь, я поведу, покажу, как надо. Да это ж только хуже будет. Вот что, Яня, дадим парню еще один шанс. Он купил себе машину, хочет посоревноваться. Последний разик сгоняем, ну а там уже будь что будет, так ведь? Именно последний шанс, прошу. Еще один шанс собраться с силами. Мы ж тут снимаем, снимаем. Три. Перезвоню, пока. Два. Один. Ну сейчас-то его сделаю. У меня реакция получше, друг, но машина у тебя быстрее. И Порше молодец, и М8 тоже. Сделал. А быстро-то как? М8 тоже хорошо идет. Р8, конечно, всех обошел. О, господи, Мерседес наконец объявился, привет. Привет. Объявился. Раз ты приехал, рад тебя видеть. Удивительно, да? Ну что, нормальный результат? Серединка на половинку, стартовал как-то неровно, но в целом нормально. BMW тоже серьезные, любители Бэхи, наверное, эту модель обожают. А что там с Порше, я что-то проглядел. Какой Порше? Итак, каковы же результаты? Ауди преодолел четверть мили за 10,7 секунды. BMW за 11 секунд. Тесла проехала за 11,1 секунды. AMG за 11,2. И Порше за 11,4 секунды. Теперь погоняемся с ходу, начальная скорость 80, все авто в режиме комфорт. Прокатимся, начну отсчет. Ну что, ребят, готовы? Начинаем. Итак, 3, 2, 1, пошел. Кикдаун. А теперь раз впереди. О, Мерс. О, решил нам показать. Наконец-то. Догонит ли его R8? Ой, сейчас меня уделают. Догоню его? Догоню его? Ура, я хоть в чем-то победил. Пока. Раз, дружище, притормози немного, если в состоянии. Дай мне малюсенький шанс проехать мимо тебя. Хочу победить. Да я тут радовался победе. Ну, понятно, с тобой все. А теперь погоняемся на третьей передаче. 80 километров в час. Ладно, погоняемся с ходу, авто в спортивном режиме, на третьей передаче. Поехали. Ну что, ребят, готовы? 3, 2, 1, пошел. Идет хорошо, но Тесла ускакала вперед. Да и АМГ тоже. Посмотрим, наскольки меня обойдут. BMW 160. Мерс 170. Ну что, обходим Янни. 185. АМ8-то красавчик. У вас еще есть шанс пожертвовать ваш лайк Янни, чтобы он победил в этой гонке? Теслу сделали. Этот BMW. Молоток. Тебя Порше-то обогнал? Какой Порше? Вероятно, многие скажут, что надо было выставить Порше, Панамера, Турбо и Хайбрид. Ну как бы да, но я уже много раз ездил в этом авто и Панамере, и они примерно одинаковые, мне просто нужно было спортивное авто. Так что, может, Порше выделят нам модель GT для гонок? Наконец, устроим проверку торможения. Со 110 км в час пересекаем линию, тормозим до полной остановки. Посмотрим. Я не вижу линии. Где поверхность меняется, там и линия, готовься. Ну же, что получится? Порше, ты там что, спишь? Да вроде вовремя затормозил. Пересек линию. И по тормозам? Да, выглядит прекрасно. Он точно лажанул. Потому что в прошлый раз, когда мы проверяли тормоза у Audi R8 и этого самого Порше, он сделал Audi. Нееет. Не вижу, как там раз. Он меня победил? Он всех победил. Жульничал, Пади. Я не жульничал. Знаешь, раз, я тебе поверю, я лично не видел со своей машины. Но меня точно победил Яни. Тесла меня удивляет. Итак, каков же общий результат? Ну, по итогу гонку выиграл Audi. BMW выиграл гонку схода. Хотя можно сказать, что выиграла Тесла, если речь идет о том, как разгоняться на дороге, не нарушая закона. А МГ лучше всех тормозит. В общем, всем угодили. Ну, кроме фанатов Порше. Большое спасибо за просмотр видео. Подпишитесь на наш канал, канал Яни. Загляните на канал Раза. Remove Before Race. Добро, Яни. Можно ехать по домам. Всю гонку домой просился. Заколебал. Можно мне домой? У меня семья. Продолжение следует...